Год. Слава Господу! И я поздравляю всех вас, драгоценные, с этим наступающим Новым Годом. Я поздравляю вас с Рождеством Иисуса Христа, которое, конечно же, должно быть перед Новым Годом, потому что мы празднуем, скоро будем праздновать начало 2021 года от Рождества Христова. Я поздравляю вас, драгоценные, с этим прекрасным праздником, с Рождеством. Я поздравляю вас с наступающим 2021 годом. И это так круто, что теперь все начало в нашей жизни начинается от нашего Господа, от нашего Спасителя Иисуса Христа. Есть чем поздравить друг друга. Поэтому, если рядом с вами кто-то сейчас есть, хлопни его по плечу, скажи, я поздравляю тебя, или приобнимите, как удобно будет выразить вам свою любовь, благословите друг друга и поздравляйте друг друга. Аллилуйя! Дорогие, на этой неделе мне задали один интересный вопрос. Меня спросили, что бы ты хотел изменить в уходящем году? Ну и знаете, как это бывает, сначала надо ответить, я ответил, конечно, как-то, а потом как-то этот вопрос остался внутри меня, и я продолжал размышлять. И чем больше я размышлял, знаете, тем больше я соглашался с тем, что я ничего бы не хотел менять в уходящем году. Потому что я верю, что абсолютно все, что было в этом году в моей жизни, оно допущено Богом, оно предусмотрено было Богом. И размышляя так, я подумал, могу ли я что-то добавить лучше, могу ли я сделать что-то лучше, чем было, чем это делал мой Господь. Я думаю, что, конечно, нет. Более того, я думаю, что могло бы быть на самом деле намного хуже. Вы помните события 11 сентября 2001 года, когда два пассажирских огромных самолета врезались в эти башни-близнецы, в эти небоскребы, которые находились в США. Самолеты, управляемые террористами, врезались и разрушили эти огромные здания. Знаете ли вы, что многие люди, которые должны были бы оказаться в это время в этих небоскребах, не оказались там по особенным ситуациям, по особенным случаям, которые каждый из них называл неприятностями? Один мужчина купил новые ботинки, он в это утро одел их, и пока шел, натоптал себе мозоль так, что просто невозможно было терпеть боль. Он вынужден был зайти в ближайшую аптеку, чтобы купить себе лейкопластырь, и задержался там. Поэтому не успел прийти туда в тот момент, когда это разрушение началось. А у других родителей, ребенок долго не хотел одеваться, он капризничал, и родители раздражались, потому что они переживали, они так переживали, что они опаздывают. А кто-то застрял в пробке, а у одной женщины будильник не прозвенел вовремя, и она проспала. У кого-то не заводилась машина, а кто-то не смог поймать такси, чтобы вовремя приехать туда, где, по идее, должен был бы быть. Друзья мои, все эти люди остались в живых благодаря всем этим, теперь уже в кавычках, неприятностям. И я хочу спросить у вас, сколько таких неприятностей у вас было в этом уходящем году? Сколько таких неприятностей случается у нас каждый день? Поэтому, когда я размышляю обо всем этом, я не сожалею о том, что было в прошлом году. Я не хочу думать о том, что у меня не получилось в прошлом году, но мне хочется размышлять о том, что меня ожидает в новом, в будущем году. Я думаю, что мы с вами прожили прекрасное время. Я думаю, что мы с вами прожили замечательный год. Это было время, когда мы многому научились. В конце этого года мы подводим итоги и будем размышлять о том, что получилось, о том, чему мы научились. Я думаю, что на это стоит потратить время. Когда вы соберетесь за новогодним столом, порассуждайте об этом. Либо вы соберетесь в кругу семьи, либо вы соберетесь на домашних группах ваших. Попробуйте ответить на эти вопросы. Что у вас получилось в уходящем году? Чему вы научились? Что вы можете сделать лучше в новом 2021 году? И знаете ли вы, дорогие друзья, что одна из привилегий детей Божьих в том, что они могут не только мечтать о счастливом будущем, но они могут планировать это счастливое будущее. И я хочу сказать вам, почему мы можем с уверенностью смотреть в будущее, смотреть в Новый год, зная, что в будущем у нас получится обязательно лучше, чем в прошлом. Я думаю, что 31 глава книги «Притч», глава, которую хорошо знают все мужчины, потому что в ней описывается, какой должна быть идеальная женщина. Я думаю, что в этой главе мы можем видеть образ церкви. Я думаю, что именно такой Бог хочет видеть церковь. Притча 31 глава, 25 стих. «Крепость и красота, одежда ее, и весело смотрит она в будущее». Друзья мои, в этой проповеди я хочу сказать вам три факта, почему мы можем быть уверены, что в следующем году у нас будет однозначно лучше, чем в предыдущем. Итак, факт номер один. У нас есть привилегия с вами не оправдываться, но меняться. Я повторю этот факт. У нас с вами, у детей Божьих, есть привилегия не оправдываться, но меняться. Если ничего не менять, как кто-то сказал, то сложно ожидать перемен. Если вы ничего не будете менять, то наивно ожидать, что что-то изменится. Не так ли? Но я понимаю, что бывает так трудно что-то изменить в жизни. И когда мы думаем о том, что нужно изменить, то порой кажется, что изменить нужно что-то вокруг. Я думаю, что в этом мы очень сильно отличаемся от существующего мира. Люди церкви очень сильно отличаются от людей этого мира. Я думаю, так же и в этом. Люди этого мира думают, что счастье зависит от того, как они смогут изменить обстоятельства вокруг. Но мы с вами знаем, нам это открыто, что для того, чтобы что-то стало лучше, надо измениться внутри, надо измениться самому, надо как-то поменяться. И в таком случае, и даже то, что вокруг, оно будет меняться. И я понимаю, что так хочется выглядеть лучше. Иногда так хочется, чтобы другие о тебе думали лучше. И поэтому так естественно для человека тратить силы, эмоции, чтобы оправдаться, чтобы показаться лучше перед другими. И я думаю, что именно в этом и бывает иногда проблема, что мы тратим так много сил, чтобы оправдаться, вместо того, чтобы потратить эти силы на то, чтобы измениться. Друзья мои, я хочу сказать вам, точнее напомнить, наверное, потому что уверен, что каждый из вас теоретически это точно знает, мы оправданы. Мы уже оправданы. Мы оправданы верою в Иисуса Христа. Мы оправданы благодаря этой великой жертве, которую Иисус принес в уплату за наши с вами грехи. Мы оправданы. Слово Божье говорит об этом. Апостол Павел в послании к римлянам говорит, «Если Бог за нас, кто против нас?» «Если Бог оправдывает нас, то кто может нас обвинить?» Это написано в послании к римлянам, в 8 главе, в 33 стихе. А в 3 главе, в 28 стихе написано, «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Дорогие, если мы оправданы, то не стоит больше тратить время и силы на то, чтобы оправдываться. Лучше приложить усилия и потратить время на то, чтобы измениться. Итак, у нас есть привилегия не оправдываться, но изменяться. Представьте себе, идет суд, в результате которого судья оглашает решение этого суда и говорит, «Учитывая всю тяжесть совершенных преступлений, а также неопровержимость в доказательствах, но беря во внимание ту цену, которую заплатил за подсудимого его адвокат, а также то прекрасное будущее, которое может быть у подсудимого, суд принимает решение». Потрясающий судья, правда? Итак, суд принимает решение и оглашает его подсудимого помиловать и отпустить на свободу. Все ликуют, а адвокат просто в восторге. Судья обращается к подсудимому и говорит, «Иван Петрович, имя вымышленное, мы думаем, что данное решение поможет вам измениться и никогда больше не попасть на подобное заседание». Все в восторге. Адвокат бежит просто от радости к своему подопечному, но тот вдруг говорит, «Минуточку, подождите! Я не такой уж на самом деле ужасный, как тут обо мне все говорили. Я хочу, чтобы дело пересмотрели. Не во всем, что здесь предъявлялось, виноват я один. Поэтому я считаю, что я не заслужил тех обвинений и тех разговоров, которые здесь велись обо мне». Судья говорит, «Извините, мы не планировали обсуждать степень вашей виновности». Он говорит, «Но я не заслужил того, чтобы обо мне здесь так рассуждали. Я не виноват настолько. Я требую, чтобы дело пересмотрели». Вы скажете, «Какая тупость просто!» Я соглашусь с вами. На самом деле это так, это выглядит абсолютной глупостью. Но именно так порой мы с вами выглядим, когда, будучи оправданным кровью Иисуса Христа, тратим так много эмоций, так много сил, чтобы оправдаться перед другими или перед самими собой. Тратим время, пропускаем ситуации и не используем их для того, чтобы измениться, а вместо этого пытаемся оправдаться. Послушайте, что сказал об этом Иисус Христос в пятой главе от Евангелия от Иоанна, записано это в 44 стихе. «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете?» Другими словами, как вы можете веровать, как вы можете измениться, если вы пытаетесь угодить другим людям, но не пытаетесь угодить Богу, если вы не ищете той славы, которая от Него приходит. Послушайте, апостол Павел продолжает эту мысль и говорит во 2-м послании Коринфянам 3,18. «Мы же все, он говорит о церкви, мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Послушайте, Он говорит, «Мы же все, как в зеркале. Вы когда-нибудь подходили к зеркалу так, чтобы чего-то не видеть? Вы когда-нибудь рассматривали себя в зеркало так, чтобы чего-то не заметить? Вы, конечно, подходите к зеркалу, вы смотрите, как вы неплохо выглядите, но только не эта часть, вот это мне не нравится. И здесь как-то что-то пошло не так, поэтому вот я хочу смотреть то, что мне нравится, а то, что не нравится, не буду смотреть. Абсурд! Ведь мы подходим к зеркалу открытым лицом. Если даже что-то не так, мы готовы поправить, мы готовы причесаться, мы готовы умыться и так далее. Об этом говорит апостол Павел. Он говорит, «Мы, которые оправданы кровью Иисуса Христа, мы больше не оправдываемся, мы больше не боимся быть теми, какие мы есть, увидеть то, что есть, потому что мы знаем, что мы приняты Богом. Кто будет обвинять нас?» Теперь мы можем смотреть на Бога открытым лицом, не переживая, что мы увидим в результате. И чем ближе вы приближаетесь к Господу, как вы думаете, чего вы больше видите? Да, вы видите, насколько прекрасен Господь, вы видите, насколько Он удивительный и совершенный, насколько Он святой и всемогущий, но наряду с этим вы начинаете видеть свое несовершенство, вы начинаете видеть то, что с вами не так. И Писание говорит, что в этот момент вы преобразовываетесь. Происходит преобразование, происходит эта перемена. Так Бог ожидает от нас, Он для этого открыл нам славу Божью, Он для этого оправдал нас, чтобы мы, не боясь уже быть осужденными, могли открытым лицом смотреть на Него и не переживать, что мы увидим в результате в своей жизни, но быть способными измениться, преобразоваться. Так и говорит апостол Павел, что в результате мы преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Дорогие, если вы идете этим прекрасным путем преобразования, если вы идете этим замечательным путем, но у вас что-то не получается, но на этом пути у вас недостает сил, и вдруг вы осознаете, что не можете чего-то достичь. Дорогие, знайте, что если не получается у вас, то у него точно получится. Об этом говорит апостол Петр в 1-м послании своем, в 5-й главе, в 10-м стихе. «Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам, слышите, сам по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоклебимыми». Бог сам, если ты идешь этим путем преобразования, если ты идешь этим путем не оправдания, а изменения, и у тебя что-то не получается, знай, Бог за тебя, знай, что Он сам все-таки совершит, то есть изменит что-то в твоей жизни, и Он утвердит тебя в новой истине, и Он укрепит тебя в этой истине, и в результате Он сделает тебя в этом преобразовании непоколебимым. Я верю, что Новый год это год, когда многие из нас изменятся, когда многие из нас в результате этих изменений увидят Бога по-новому, в результате жизнь многих из нас обновится и наполнится новым смыслом, новой славой Божьей. Аллилуйя! Дорогие, итак, факт номер один, благодаря которому мы можем смело смотреть в будущее и иметь полную уверенность, что у нас все будет лучше. Факт номер один, мы имеем привилегию не оправдываться, но меняться. А когда мы меняемся, то мы знаем, что все вокруг будет меняться. Осознаете ли вы, что многие проблемы, которые были в прошлом году в вашей жизни, они только из-за того, чтобы скорректировать вас. Кого-то нужно было очистить от похоти в этом уходящем году, а кто-то сдавал экзамен на смирение, а кому-то нужно было освободиться от жадности, а кому-то нужно было научиться трудолюбию и так далее, и так далее, и так далее. И разные ситуации, чтобы Бог мог совершить это преобразование в нашей жизни. Но когда у него получается, когда он достигает цели, для чего эти трудности, которые нужны для нашего изменения? Если мы изменены, если мы согласились преобразоваться, измениться, то следующее, что последует, это благодать Божья, это благословения Божьи, которые не замедлят излиться в вашу жизнь. Поэтому я думаю, что мы с уверенностью можем смотреть в будущее, в этот Новый год, зная, что нам не нужно оправдываться, но мы будем меняться. Аминь. Если вы согласны с этим, напишите «Аминь». Напишите «Я буду меняться». Напишите «Я не буду больше оправдываться». «Я не буду больше тратить на это время и силы». «Я приложу старания, чтобы, имея благодать Божью на своей жизни, меняться самым радикальным образом. Господи, мне не нужны больше проблемы. Господь всемогущий, я ожидаю благословения, потому что Ты и менял мое сердце, и Ты достиг своего результата. Ты изменил, Ты преобразовал. Господь, я готов принимать благословение. Аминь». Дорогие, следующий факт, который я хочу сказать, благодаря которому мы можем смотреть в Новый год с уверенностью, он в том, что на каждом Сыне Божьем, на каждой Дочери Божьей есть особенная печать, которую Бог ставит на тех, кто принадлежит Ему. Аллилуйя! Это замечательно! Это замечательно! Бог ставит особенную печать. И я думаю, что все мы знаем разницу между документом с печатью и документом без печати. Я думаю, каждый из вас понимает, что если нет печати, то это просто бумажка, но если есть печать, то за этой печатью стоят те, кто поставил эту печать, стоят те, кому принадлежит это решение или принадлежит это имущество, на котором стоит печать. То есть печать, она символизирует принадлежность кому-то, чего-то. Аллилуйя! Писание говорит, что Бог запечатывает своих детей какой-то особенной печатью, в результате которой все ангелы, абсолютно все, начинают понимать, что этот человек является собственностью всемогущего Бога. И никто, ничего не может сделать с этим человеком без его хозяина, без Господина жизни. Аллилуйя! Посмотрите, как написано об этом в послании к Ефесянам в первой главе, в 13 стихе. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены». И в оригинале это греческое слово означает «ставить печать», «запечатывать» либо «скрыть». «запечатлены обетованным Святым Духом». Аллилуйя! В тот момент, когда ты посвятил свою жизнь Иисусу Христу, твоя жизнь запечатана. Тебе не надо больше бояться, что дьявол каким-то образом вторнется в твою жизнь и что-то сломает там, и что-то там разрушит. Твоя жизнь является отныне и навсегда собственностью всемогущего Бога. «Разве это не дает нам права смотреть в будущее с радостью, смотреть в будущее с уверенностью, зная, что на тебе стоит печать Божья? И ты принадлежишь теперь Иисусу Христу». Мне дает это совершенную уверенность в том, что ничего случайно не может произойти в моей жизни. Вы знаете, седьмая глава книги «Откровение» это потрясающая глава. Книга «Откровение» она о том, как суды Божьи и зальются на Царство Антихриста. Как суд Божий будет совершаться над Антихристом, над Его Царством и над всеми людьми, которые принадлежат Ему. Итак, мы читаем с вами шестую главу, и там описываются все события, которые будут происходить. А потом есть восьмая глава, где начинают разворачиваться события, начинают трубить эти трубы, и гнев Божий изливается на все нечестие этого мира. Но между шестой главой и восьмой главой есть седьмая глава, которую можно было бы назвать «Божья пауза». Вдруг перед тем, как будет снята эта седьмая печать, перед тем, как начнут трубить эти трубы, возвещающие гнев Божий, перед этим вдруг появляется ангел, какой-то мощный ангел, представитель Бога, и говорит всем ангелам, которые готовы разрушать землю, «Стоп! Стоп! Не делайте никакого вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, ничему! Стоп!» И все замерли. Что такое? Почему нельзя? Пришло время. И он говорит, «Пока не будет положена печать на рабов Божьих». Понимаете? Что такое печать? Кто там те люди, которые будут запечатаны? Это отдельный вопрос, и в рамках сегодняшней проповеди мы не сможем рассмотреть. Кстати, если вы присоединяетесь к нашим разборам слова по средам с 8 вечера до 9 вечера по новосибирскому времени, то добро пожаловать, потому что там мы более подробно говорим прямо сейчас об этих печатях. Но сегодня я хочу сказать только одну истину, только один факт, что каждый христианин, каждый человек, который отдал свою жизнь Иисусу Христу, он запечатывается этой Божьей печатью, которая говорит о том, что этот человек принадлежит Богу, и никто не смеет коснуться его без воли Божьей. Понимаете? Суды будут происходить над царством Антихриста и над теми людьми, которые не принадлежат Богу. Да, кстати, на ком не будут этих Божьих печатей, на ком не будет этих Божьих печатей, те сами, не подозревая того, примут на себя другую печать, которая называется печать Антихриста, после получения которой никто из этих людей не сможет спастись больше никогда. Они навсегда будут потеряны для Бога, потому что на них будет стоять печать Антихриста. Но будет время, и оно прямо сейчас, когда Бог призывает каждого человека посвятить свою жизнь Иисусу Христу, доверить Ему, своему Спасителю, своему Создателю, тому, который пролил свою кровь за все ваши грехи, потому что так сильно любит каждого из вас отдать свою жизнь, посвятить Ему свою жизнь. И тогда на каждом из вас будет стоять это особенная печать Божья, которая не позволит чему-то случайному или чему-то неправильному произойти в вашей жизни. Аллилуйя! Итак, это второй факт, который говорит о том, почему мы можем смотреть смело в будущее. На нас есть Божьи печати, на нас есть эти отметины того, что мы принадлежим Богу. Вы знаете, кстати, те люди, которые принадлежат Богу, они ведут себя, я бы сказал, по-человечески неадекватно в каких-то серьезных стрессовых ситуациях. Мы тут размышляли об одном библейском персонаже с нашей семьей и просто влюбились в этого библейского персонажа. Его зовут Иона. Вы только подумайте, Бог говорит этому пророку Ионе, кстати, это самый древний пророк из всех пророков Библии, и вот Бог говорит этому пророку, послушай, Иона, там есть неневитяне, живут в Неневии, поэтому пойди, пожалуйста, туда и проповедуй о том, что Неневия будет разрушена. За грехи этих людей она будет вся разрушена. А Иона не любил, по всей видимости, этих людей. Ну, неудивительно, потому что неневитяне славились своей жестокостью, наглостью, они разоряли близлежащие селения, народности, убивали, насиловали, вырезали, сжигали и так далее. Поэтому Иона опасался и не любил, откровенно говоря, этих людей. Поэтому в Библии написано, что когда Иона услышал повеление Божье, он встал, купил билет на корабль и решил убежать от Господа, уплыть на корабле подальше. И я вам сразу скажу, что не потому, что он не любил Бога, но потому, что он знал. Знаете, что он знал? Он знал простую истину, по всей видимости, из опыта хождения со своим Богом. Истина это в том, что когда эти люди, неневитяне, покаются, если только они покаются, то Бог отменит всякое наказание, какое бы оно не было сказано им. И Иона не хотел, чтобы Бог простил этих людей. И это отдельный вопрос с Ионой, но давайте поговорим о том, что на самом деле нас впечатляет в этом человеке. Вот он поплыл от Господа, а Бог, написано, поднял бурю на этом море и корабль начала шатать, потом стала заливать волнами, водами. Все корабельщики, все, кто там, начинают молиться своим богам, кому только могут, ничего не меняется. тогда капитан корабля спускается вниз, и что вы думаете? Написано, Иона спустился вниз корабля и крепко уснул. Ну, неадекватное поведение, вы скажете, что неадекватное не очень слово, я вам скажу, что означает слово неадекватное. То есть, это рассогласованность, это, ну, энциклопедическая такое, да, формулировка такая. неадекватность, это рассогласованность отдельных актов психической деятельности, либо их совокупности обстоятельствами извне. Я знаю, что не просто для восприятия, но теперь просто скажу, да, то есть, обстоятельства извне, они должны вызвать в вас определенную психическую реакцию. Ну, то есть, если обстоятельства извне страшные, то ваша психическая реакция, нормальная для любого человека, вы должны испугаться. Если обстоятельства, которые извне, они такие неожиданные, они спонтанные, они такие, которые вы не можете проконтролировать, то ваша психическая нормальная реакция в том, чтобы растеряться, чтобы потеряться, чтобы потерять равновесие. Поэтому, когда вы поступаете по-другому, когда все вокруг говорит о том, что нужно бояться, а вы не боитесь, когда все вокруг говорит о том, что надо растеряться и чувствовать себя неуверенно, а у вас есть какой-то особенный мир внутри, то вы неадекватно выглядите вообще, вы не соответствуете вот этой нормальной реакции, которая принадлежит каждому человеку. Так вот Иона, по всей видимости, был одним из таких. Ему говорят, слушай, давай ты помолись, ты вообще кто такой, откуда ты? И он им отвечает, не прячется, не обманывает, он им просто отвечает. Он говорит, я еврей, убегаю от Бога, он сказал мне, чтобы я шел проповедовал, я не хочу, поэтому я убегаю, из-за этого шторм, Бог. Все-таки Бог меня зачекал, нашел меня все-таки в этом корабле, поэтому что теперь делать, вот я и ничего не вижу, ничего не слышу. Я ничего не вижу, мы иногда так реагируем, да, когда мы уже понимаем все-таки, что Бог ожидает от нас. Я ничего не вижу, я сплю, я вообще спал, ничего не слышал, не видел. И вот его все тормошат, говорят, слушай, что нам делать тогда? Он говорит, да все просто, выпросьте меня за борт, тогда море утихнет. Он говорит, они говорят, точно не нормальный. Они начинают дальше грести, ну неадекватная реакция просто. Они начинают дальше грести, ожидая, что все-таки получится, ничего не получается. Выбрасывают вещи, выбрасывают еду, ничего не получается. Они говорят, Господи, прости нас, пусть не будет на нас крови этого человека, но сам сказал, они его выбрасывают, море утихает. Но на этом история с Ионой не заканчивается. Бог повелевает большой рыбе схватить его, проглотить. Там происходит покаяние. Если вам интересна эта история, вы можете ее прочитать в книге пророка Ионы. Я не буду дальше продолжать. Я хотел сказать, только приводя его в пример, что люди, на которых есть эта печать Божья, люди, которые принадлежат, являются собственностью Божьей, они ведут себя по-другому. Не потому, что они сами по себе такие, и он много чего не понимал, но он знал, что его жизнь принадлежит Богу. Он знал, что никакие катаклизмы этого мира не могут вырвать его просто так из руки Божьей. Поэтому он не переживал, когда была буря, когда был шторм. Он не боялся сказать, я еврей, я христианин, я просто убегаю тут от Бога, понимаете? Поэтому я знаю, что нужно сделать. Поэтому можете выбросить меня за борт, и все будет нормально. Он знал, что Бог с ним везде. На море, на этом судне, где бы он ни был, он знал, что без воли Божьей ничего не произойдет. А вспомните Иисуса Христа, Господа нашего, который спит себе спокойно на этом корабле, среди бушующего моря. И все ученики реально понимают, что они погибают. Они не просто в проблеме оказались, они просто погибают. Они будят Иисуса, чтобы он тоже знал, что погибает. Они его будят, говорят, мы погибаем. Как ты можешь спать? Неадекватное поведение. Иисус встал, запретил этому шторму морю. Он знал, что он находится в руке Небесного Отца. Он знал, что он пришел на эту землю не для того, чтобы в катастрофе какой-то водной погибнуть. Он знал, что есть призвание Божье на его жизни. Дорогие братья и сестры, это то знание, которое необходимо каждому из нас, на ком есть эта печать Божья. Вы должны понимать, что живете для Господа. Вы должны понимать, что есть Божий совершенный план на вашей жизни, и он обязательно будет исполняться. И в этом новом 2021 году и никто, и никакая сила, никакой шторм, ни пандемия, ни какая зараза не могут просто вас убить, потому что случайность какая-то происходит. есть достаточно много примеров тех людей, которые принадлежат Богу, и как они себя ведут в этих экстренных ситуациях. Но я хочу сказать вам третий факт, который позволяет нам смотреть весело в будущее и иметь уверенность. Этот факт в следующем. Когда все закончится на этой земле, плохо или хорошо, когда все закончится, когда наша жизнь закончится на этой земле, мы не переживаем о том, что будет дальше. Мы не сомневаемся и не боимся. У нас нет вопросов, что с нами после этого произойдет. Я хочу вам прочитать кусочек, отрывок из этой седьмой главы книги Откровения, о которой я вам уже сегодня говорил. Послушайте, апостол Иоанн находится там, в присутствии Божьем, и один из старцев, который находится рядом с Божьим престолом, обращается к Иоанну и говорит. Седьмая глава, 13 стих. И начав речь, начав речь, один из старцев спросил меня, говорит Иоанн, эти облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему, ты знаешь, господин? И он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже алкать, не жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод. И отрет Бог всякую слезу с очей их. Драгоценные, когда мы знаем, чем все закончится, нам не нужно переживать о тех деталях, которые происходят сегодня либо будут происходить в новом году. Мы можем иметь полную уверенность, что Бог с нами и здесь, и в будущем. И я думаю, что это великое обетование, которое мы имеем, чтобы иметь совершенную надежду и уверенность в Боге прямо сейчас. Мы живем с вами в особенное время. Это время больших перемен, когда мы не можем уже надеяться на то, что раньше казалось просто незыблемым. Мы помним, как 17 августа 1998 года, когда случился катастрофический обвал рубля, у нас были деньги на трехкомнатную квартиру, и вот мы утром просыпаемся, и оказывается, что у нас остались деньги только на полуторку. Но деньги хранились в банке. Мы считали, что это самое надежное, что могло тогда быть. Но вот мы лишились всего. И вы ничего не можете с этим сделать, потому что это все происходит на государственном уровне. А прямо сейчас мы находимся во время пандемии, когда все вокруг заболевают, когда вдруг вам становится плохо, хуже, вы хуже себя чувствуете, вы начинаете что-то пить, таблетки, но это особо вам не помогает, и вы ничего не можете с этим сделать. Разные передряги на политическом уровне, дорогие, все это говорит о том, что мы не можем особо надеяться на финансовое благополучие. Мы не можем особо уповать на совершенное медицинское обслуживание. Мы не можем рассчитывать на политическую стабильность. Но есть великий Бог, на которого мы можем рассчитывать полностью, и в котором можем иметь уверенность абсолютно всегда. Абсолютно всегда. Абсолютно всегда. Потому что мы с вами, как дети Божьи, имеем привилегию не оправдываться, но меняться. Мы имеем привилегию надеяться на Бога и принадлежать Ему, и иметь Его печать на своей жизни. И когда все закончится на этой земле, мы будем навсегда с Господом в вечности. Я считаю, что эти три факта дают нам все необходимое, чтобы с радостью и с уверенностью смотреть в будущее, смотреть в Новый год. Я поздравляю вас, драгоценные, с наступающим новым 2021 годом. Я поздравляю вас, драгоценные, с этой надеждой и уверенностью в Боге, которую мы сегодня с вами имеем благодаря Господу нашему и Спасителю Иисусу Христу. Будем тратить время по назначению, чтобы исполнить Его волю, чтобы прославить Его имя и принять те благословения, которые Он для нас приготовил в Новом году. Будьте благословенны, драгоценные. С Господом! Аминь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова